В апреле у нас, сами видите, выдался с очень непостоянной погодой. Первая декада по нормам была ниже на 1 градус, во вторая декада была достаточно теплой, выше нормы на 2 градуса, но третья декада, среднедекадная температура, оказалась ниже на целых 4 градуса. И в результате у нас, несмотря на прогноз, который давался, что апрель будет выше нормы на 1 градус, норма оказалась наоборот. Среднемесячная температура ниже нормы, на целый 1 градус. Амплитуды отклонений среднесуточных температур от нормы составляли от минус 8 до плюс 8 градусов. И сама температура апрельская и погода, это было очень частое чередование периодов похолодания с периодами потепления. Буквально 5-6 дней тепло, температура среднесуточная выше нормы, потом букву 5-6 дней температура оказывалась ниже нормы. И так было несколько раз. Максимальная температура была зафиксирована не в конце апреля, как в принципе должно быть, потому что потепление должно было идти, а в середине, 11-12 апреля. Плюс 13,7 составляла среднесуточная температура, а максимальная температура, воздух прогревался почти до 21 градуса. Минимальная же температура, опять же, не в начале апреля, а почти в конце, 26-го. Среднесуточная температура в этот день составила 1,5 градуса с плюсом, а минимальная минус 2,3. И вообще, температуры ночные, как в начале апреля, так и в конце, буквально в течение последней недели, 4-5 дней, ночные температуры понижались до отрицательных значений, до минус 1, минус 2 градусов. По осадкам, если говорить, прошлый апрель, к счастью, не повторился, потому что прошлый апрель у нас оказался рекордно засушливым за весь период наблюдений. Выпало всего лишь 20% от нормы осадков. В этом апреле мы норму не добрали, выпало всего лишь 75% осадков, в основном в виде дождя, реже мокрого снега, но несколько раз отмечались достаточно, ну, скажем так, нераспространенные атмосферные осадки в виде снежной крупы. В прошлом году не отмечались такие. Гроза в этом апреле у нас была, первое весеннее, 16 апреля. В прошлом году грозы у нас в апреле не было, гроза была в прошлом году в марте, 20 марта. В этом наоборот, в марте не было, вот первоапрельская гроза. И как и прошлогодний апрель, он оказался очень ветреным. Практически каждый день, 22 дня, даже 24 дня, у нас скорость ветра достигала 10 метров в секунду и более. А 4 дня из этих 24, скорость ветра превышала 15 метров в секунду. Максимальный порыв был зафиксирован на нашей метеостанции в этом месяце 17 метров в секунду, ну, почти 60 километров в час. Достаточно много для нас. Синоптики Белгидромета нас тоже не радуют. Прогноз на первую декаду мая, они прогнозируют, что среднедекадная температура будет ниже нормы на 1 градус. Норма у нас составляет порядка 12 градусов. Но если у нас среднемесячную температуру на мае не прогнозируют в пределах нормы, то есть около плюс 13 градусов, значит, какая-то декада, либо вторая, либо третья, у нас будет выше нормы на 1 градус. Но такого слишком теплого мая синоптики не прогнозируют. На ближайшие дни нас ждет вот такая вот, как и сегодня, погода с дождями. Иногда могут быть грозы. А температура днем 10-13, иногда может повышаться до плюс 18. И только вот синоптики Белгидромета 9 мая нам обещают сухую погоду с температурой плюс 13, плюс 18 днем и до 20 в отдельных местах. Но ночью, зато 9 мая, они прогнозируют похолодание 0 плюс 5 в отдельных местах до минус 2. Ну, надеюсь, что все-таки заморозков у нас не будет и посевам нашим ничего не будет угрожать.